Едем мы из Стамбула в Бурсу Проехали мост и заплатили за платный проезд 720 рублей, даже дороже, 72 лиры Мы опять не доехали 100 километров до города Бурсы и остановились уже в полюбившемся нами месте Это место для отдыха, тут есть парковка, здесь есть магазины, здесь есть туалет Это как я уже и говорил в предыдущих сериях Ехать нам еще 100 километров Проехали сейчас еще один участок дорог, подъезжаем к терминалу, стоит такой же Дастер, как у нас У него ценник высвечивается на табло 5 лир Когда дошла наша очередь, нам ценник вышел в 20 лир Я у нее спрашиваю, почему у него 5, а у нас 20 Она заново что-то там пробивает, смотрит и типа не знаю, типа вот давайте Ну она конечно не смогла нам объяснить, как мне хотелось бы, но в итоге мы заплатили почему-то 20 лир Со вчерашнего вечера идет дождь, все утро шел дождь, но наконец-то он прекратился Едем мы сейчас 30 километров от Бурсы в какую-то деревню По такой известняковой дороге, она мокрая и мы сегодня чуть не слетели с трассы Повсюду, повсюду оливковые деревья Надо попробовать на вкус одну зеленую оливку Напоминает что-то очень горькое Пошел дождь и мы валим Заселяемся в отель с вот такой тележечкой Перевозим вещи из машины Всего на 2 дня Два дня назад мы заселились в этот пансионат, но последние два дня мы ничего не снимали Потому что я сидел, монтировал видео С этой стороны у нас находится пляж и море А с этой стороны находится наша комната Пойдемте, мы вам ее покажем Здесь есть холодильник Своя маленькая кухня И комнатка В комнате две кровати И также есть туалет с душем Туалет и душ Цена за данную комнатку 170 лир за 2 дня с двоих человек 1800 1800 где данные рубли Но если дней будет больше, то цена будет подешевле Скажем так, плавающая стоимость домика Все это время мы находились на берегу Мраморного моря И за все это время я ни разу даже не вышел на пляж Давайте посмотрим, как выглядит пляж и Мраморное море Людей на пляже немного Практически вообще никого нет Вон там в конце где-то там люди плавают Еще здесь очень много тины Идем вдоль берега, чтобы найти место, где нет тины Ну прошли уже метров 200, наверное И пока вдоль всего берега идет тина Ну мы видим уже, приближаемся вон кусочек, где нет тины На протяжении всего нашего путешествия Очень плохой интернет попадается Единственное, где был хороший интернет, это два места Одно место это было в кафе на Эльбрусе Когда мы зашли в кафе Friends в кафе называлось И еще один раз был хороший интернет Когда мы жили в гестхаусе в Батуми Все, остальное все время Одна 25-минутная серия грузится Где-то часов минимум 12 Иногда даже сутки бывает грузится Вот такой вот плохой интернет Водичка тепленькая Когда заходишь в воду Много-много вот таких вот мелких ракушек Вон там люди купают Ну посмотрите, как мелко И как далеко надо идти в воду, чтобы искупаться Но хочется отметить, что не везде такое мраморное море Мы вот из Стамбула ездили на острова Там очень чистая вода Много прям рыбок плавает Ну такие обычные, не цветные, серые рыбки Ну прям там совсем по-другому Идем прощаться с хозяйкой отеля Она, кстати, из Туркменистана И говорит по-русски Привет! Ну не только привет знает, она хорошо говорит Попрощались с хозяйкой гостиницы И сейчас идем в тачку Она нам рассказала, что море зацвело Где-то дня три назад Говорит, вот эта вся тина появилась Совсем недавно И, говорит, еще потом, чуть позже Начнет вонять Халлоу Что здесь зацвело? Мы опять находимся в чайной Где мужчинки сидят, играют В карты, в доминишко Ну, в различные настольные игры Еще вам совет Всегда, в первую очередь, спрашивайте цену Даже если вы вчера что-то брали в этом месте Уже точно знаете цену Все равно спросите Потому что продавцы разные Настроение продавцов тоже разное Вот сейчас мы сидим в чайной Вчера брали чай Он стоил 2 лира Сегодня уже он стоит 2,5 литра Так как продавец другой Даша, ты готова поездить? Да Вот Стамбул Вот Бурса А вот мы И мы пропускаем вот этот один город Чинакали И едем в Бергаму Мы приехали в город Бергама Пытаемся проехать К раскопкам Заехали в какой-то старый квартал Тут улицы Просто вообще в одну машину Так, у Эллина, стены все стесаны От машин Потому что от машины От машины От чего еще? Опа Держитесь левее Вот Затем поверните направо Вот Вообще заехали Посмотрите, как здесь можно разъезжаться с кем-либо И движение не одностороннее Как же им интересно здесь доставляют Вот, например, строим эти Ух ты, бордюр упер сюда Ой Я еще, конечно, буду расстроен Я с ним приеду Ой, я думал, ты сейчас туда не уж зеркало Если назад надо будет, нет? Вход на раскопки стоит 25 лир с человека Мы решили сэкономить Потому что у нас впереди два города Сиде и Фес И там тоже будут Акрополи большие И более сохранившиеся Поэтому мы запустили дрон Но из-за сильного ветра Далеко улететь не получилось А сейчас пойдем Спустимся вниз И прогуляемся немного по городу И поедем далее Доехали вот до Красной базилики Это религиозное сооружение Оно практически полностью разрушенное Ну, это руины, которые остались от древнего Когда-то в древности это был египетский храм Потом христианский храм И сейчас это просто развалины, сохранившиеся Внутрь заходить нельзя Можно только походить во дворе Стоит вход 5 лир Все, Даша, они закрываются Попали с Дашей в зоо-уголок Смотрите Раз, кошка Вот она, два Три, четыре, пять, шесть, семь И дальше пошли щенки Раз, два, три, четыре И это все на одном пятачке Посмотрите, что у Саши в бардачке Это все Сашина, это не мое Если, конечно, мы будем подкрепиться Да! Мы приехали в город Измир Даша попросила отвезти ее в зоопарк Билет в зоопарк стоит 7 лир Что не может не порадовать Всего 70 рублей Нам дали вот такой вот жетончик С помощью которого мы попадем Вовнутрь зоопарка Нам дали карту Зоопарк очень большой Кого тут только нет Мы дошли до первого вольера Где должен находиться тигр Он очень большой, этот вольер И сейчас на улице очень жарко Поэтому, я думаю, вряд ли мы дождемся Выхода тигра из тени Зоопарк сделан таким образом Что где бы тигр не находились Их можно найти То есть, видите, мы еще чуть-чуть прошли Тут уже стоит деревянный забор В нем стеклянные окна И через них уже можно увидеть тигров И, кстати, мы их увидели Но они вдалеке и спят Как мы с тобой, смотрите, ехали Мухи мешают Ребята, посмотрите, какой вольер у льва Он там вон спит Но его не видно совсем Вон там в тени возле забора И здесь Вот такой забор и все открыто Ну, как-то, знаете, прям чувствуется Как будто ты с ним рядом Хоть он и там спит, пошевелился И уже хочется идти дальше Яички такие маленькие Яички маленькие Дошли до еще одних животных Это пумы Но они тоже спят И мы с Дашей решили, что, наверное, в зоопарк Лучше идти, наверное, с утра Или вечером, когда прохладно Мы только что переместились Из солнечной Турции Во влажный Таиланд Кругом пальмы Банановые деревья Субтитры подогнал «Симон» Мне зоопарк очень понравился Я в таком зоопарке впервые Последний раз я была в России В зоопарке И у меня наши зоопарки Ассоциируются с клетками для животных Вот А здесь зоопарк очень большой Запасайтесь водой Запасайтесь едой И гуляйте Получается удовольствие Единственное, что лучше делать Это либо утром, либо вечером Потому что на такой жаре Мы, конечно, вымотались Да и животные тоже все спят Мы приехали в центр города Измир К одной очень интересной достопримечательности Это лифт Раньше наверху был еврейский квартал И туда вела обычная лестница Один из евреев, возвращаясь домой Поднимаясь по этой лестнице Упал и сломал ногу И на этом месте решили построить лифт Этот лифт был паровой и платный А теперь он электрический и бесплатный Ну что ж, попробуем прокатиться на самом лифте Он уже приехал Тут всего два этажа Но по высоте тут получается как пять этажей Лифт уже такой довольно-таки современный Интересно было бы прокатиться на лифте Когда он был еще очень старый И паровой Всего, наверное, поездка занимает Около десяти секунд Да, потому что здесь кафе наверху Сегодня на улице 34 градуса Весь день хотели пить Пили воду из рыдничков Из рыдничков этих, из фонтанчиков Из кранчиков Везде вода полугорячая Думаю, ладно Купим в магазине холодной воды Купили Холодной, с газиками Ну как вы думаете, что это? Это, оказывается, не минералка Это сладящая вода, типа спрайт Прикинь, вот и горы нарисованы И прозрачно Ну и все, соответственно, по-турецки В этом городе нас опять встретили Проблемы с парковкой Парковок либо вообще нет, либо есть Но они платные 1,6 километра от этого места Мы поставили машину И доехали до вот такой достопримечательности Это башня с часами Наверное, такая башня есть В каждом турецком городе И еще тут люди на площади Кормят голубей Мы тоже решили покормить голубей Из семи там Бублика Видели, когда эти обошраны Погубей Они уже Ничего не хотят Тут еще у дяди бизнес Вон он, дядя сидит У него стаканчики с зерном И он ими подторговывает На улицах стоит Вот такой вагончик Здесь доноры сдают кровь Но я не буду им сдавать Свою русскую кровь Моя кровь нужна российским гражданам За последние два дня Лира опять выросла Было 10,60 Сейчас уже 11,20 По-моему Ищем банкомат Чтобы снять еще лир Основная часть нашего бюджета Расходуется именно на топливо Вышли на какую-то очень туристическую улицу Кругом сувенирка Ну и конечно же гранатовый сок Который мы сейчас попробуем В отличие от Стамбула Здесь большой стакан стоит 4 лиры А не 10 Уйдет Солок Бон аппетит Такой он кислый Такой он кислый Как он кислый С кусочками Косточек Не, он кислый статки Очень такой Насыщенный сок Сделал я глоточек у Даши Не сказал бы я Что мне понравилось И что я захотел еще Очень кислый Не знаю Может быть он нам какие-нибудь неспелые гранаты Выдавил Но очень кисло Прям Мы опять не доехали 26 километров до города Эфес Остановились опять на одной из заправочек Сегодня у нас будет опять кофе Какие-то там сладости Но это так на первое время И мы двигаемся в Эфес Мы уже подъезжаем к городу Эфес И чуть-чуть не доезжая Можно увидеть Самую знаменитую достопримечательность Это храм Артемиды Богини Плудороиде Эта достопримечательность Бесплатна к посещению Потому что, наверное Все, что осталось от храма Это Вот немного руин А вон там вдалеке возвышается крепость И еще какое-то древнее строение Кажется базилика Вот тут вот стоят дедушки Которые предлагают журнальчики С иллюстрациями В которых указаны все достопримечательности Но они нам не нужны Так как вся информация есть в интернете И интернет у нас, слава богу, есть Мы прибыли к Эфесу Здесь платная похода парковка Сейчас узнаем Здрасте А сколько парковка стоит? 10 лир 10 лир 110 рублей на наши денежки Как-то очень странно сделано Вход платный, еще и парковка платная Интересно, пешком? Мы приехали в город Эфес И на входе располагается вот эта карта Здесь указан маршрут Мы поставили свои машины на паркинге Возле входа Маршрут двухкилометровый В одну сторону И возвращаться также два километра обратно Покупаем билеты Вход стоит 40 лир с человека В самом начале нашей экскурсии Мы попадаем в большой амфитеатр Подняться можно только до середины Лестничного марша Дальше вот такой вот заборчик Гуляя по городку Мы больше всего встречаем русскоязычных И китайских туристов Зашли вот в такой павильон Здесь под крышей находятся раскопки старого города Возможно, этот город был полностью погружен в землю И после раскопок нельзя было оставлять его под открытым небом Поэтому здесь возвели вот эту вот крышу И весь этот городок теперь находится, можно сказать, в павильоне На этих столах мы видим остатки плитки Которые выложены в виде мозаики Там стоят специально обученные люди Которые собирают эти пазлы И потом эту плитку вешают на стены Вот что получается Вход в этот городок оказывается платный А мы, когда поднялись по лестнице вверх Там был закрытый турникет И дабы нам вниз не спускаться Мы решили через него перелезть А когда мы уже спустились На выходе нас ожидал сюрприз В платный вход 20 причем лир А вот так ведутся раскопки Кошаку кто-то в камне соорудил мисочку Налил ему водички И он так с удовольствием побивает Оторваться не может Очень много встречается китайских туристов Китайцы максимально защищены от солнца Различные одежды Потому что, как знаете В Китае очень ценится Бледная белая кожа Загорелые там не катят Видите, как все они одеты Достаточно тепло Несмотря на то, что на улице 35 градусов жары Смотрите, как надо общаться с иностранцами Вот вы говорите Почему ты со всеми иностранцами Общаешься по-русски Они же тебя не понимают Посмотрите Здравствуйте А где здесь чай купить? Хокус не удался Где здесь чай купить? Чай Тия Нет, нет, нет Мы не из Китая Нет, нет Нет, нет Мы Будем искать Здрасте А где чай здесь купить? Мы приехали в пещеру Зевса Наверное, уже в каждой стране Есть такая пещера Но чем она примечательна В этой пещере можно искупаться Говорят, сам Зевс здесь любил плавать Идем Идем Эта пещера находится рядом с городком Капуташ Это такой туристический городок Где-то в 50 километрах от Эфеса Реально, вода очень холодная Даже грошка, смотрите, запотела То есть на улице довольно-таки Она какой-то звук издает Вода, кстати, соленая Даша говорит, что это морская вода Видимо, она каким-то образом просочилась сквозь скалу И здесь образовалось маленькое озеро Очень крутое место Мне очень понравилось Единственное, что Особенно, наверное, за последние 20 минут Сюда еще больше людей пришло Так что, я думаю, если бы Я бы сюда уже подготовлено пошел бы Я бы сюда пошел бы, наверное, утром Во-первых, здесь можно сделать Очень крутые фотки И можно поплавать в удовольствие В последнее время мы все чаще и чаще Встречаем русских туристов Когда мы заехали со стороны Грузии И ехали вдоль побережья Черного моря Русских туристов практически не было И начиная уже со Стамбула Русских туристов все больше и больше Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok